Продолжение следует... 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 Хотя бы будет какое-то усиление для команды, потому что, конечно, так играть против Интера. И тут второй гол, просто я уже даже не успеваю. И снова Арта Григорян отличился. Четвертая минута. Стоял Павел Важин за бровкой, не торопился вступать в игру. Но вот сейчас пропустили второй и Важин наконец выходит. Ну и как раз можно назвать состав забытых. Вообще, конечно, очень необычный матч. Четвертая минута, счет уже 0-2. Да, никакой, конечно, борьбы здесь, конечно, не получится. К сожалению, забытый состав Николай Карлин, восьмой номер. Но вот не знаю, он, по-моему, как раз-таки относится к числу опоздавших на матч. И, по-моему, его до сих пор нет. Линия обороны Лосенков Александра, 83-й номер. Фролов Павел, первый. Далее по защите Карен Геворкян. Нарек Геворкян, извините, четвертый. Григорян тут уже к хитрику мчится. Далее Вячеслав Пролетов, 13-й. Виктор Мартынов, 88-й. Вот Павел Важин, пятый, вышел. Ну и 77-й Дмитрий Николаевичев. Если не ошибаюсь, то он как раз-таки стоит сейчас на воротах. Подменяя Карлина. Ну и пока что не очень удачно у него это получается. Пропустил дважды, уже пропустил от Григоряна. Григорян тоже чуть-чуть опаздывал на матч. И даже сначала должен был выйти Алексей Аверьянов на острие нападения у Нарадзури. Но в итоге Артак успел, приехал и два положил. А сколько еще может он? Но забытые, посмотрите, забытые начинают тоже атаковать. Подъехали у них люди и вовсе не собирается команда в белосиних футболках уступать. Я уже говорил о том, что Интер наряду с Пивдомом лидирует в турнирной таблице. 21 очко набрала команда, но сыграла на матч больше, чем Пивдом. Пивдом пока вообще идет без очковых потерь. И, конечно, такая чемпионская поступь уследует команда, которая появилась совсем недавно. И буквально со свистом прошла все дивизионы Северо-Востока без особых проблем. Ну а Интер, Интер, конечно, гегемон Северо-Восточной лиги. Много-много раз был чемпионом и много раз подряд. Но сейчас серьезный вызов брошен команде. Со стороны Пивдома Интер атакует и продолжает атаковать ворота забытых. Стремясь забить уже третий мяч. Очень активное начало встречи от Нарадзури позволило им повести. Со счетом 2-0. И кадровые проблемы забытых тоже помогли им в этом. Ну а забытые, забытые тоже. В общем-то, очень крепкий коллектив. Шестое место команда занимает. То есть, вот перепутал-то я. 21 очко у забытых, а у Интер 33. Да, конечно, 21 очко для лидера как-то маловато. 33 очка у Интера, 21 у забытых. И забытые входят в когорту команд, которые сражаются за бронзовые награды. Потому что побороться с Интером с Пивдомом за первую строчку, ну, наверное, будет за первую, вторую, наверное, будет нереально. Предполагалось, что сегодня забытые могут серьезную конкуренцию составить Интеру. И, быть может, даже победить. Но пока, к сожалению, борьбы не получается. Атакуют забытые. Вот 89 номер мчится вперед. Защитники, то есть, атакуют Интер. Защитники забытых не могут никак отбиться. И удар следует в дальний угол Николаевичев. Николаевичев сейчас выручил партнеров. И сразу же на угловой вынесли снаряд. Быстро разыграли угловой баллисты Интера. И Григорян бьет в дальний. Ух, как опасно! Сейчас буквально с ленточки защитник забытых вынес мяч. Очень тяжелый матч для белоголубых, для белосиних. Приходится постоянно обороняться. И здесь Григорян и компания просто периодически издеваются. Ну вот сейчас, может быть, контратака получится у забытых. Но здесь грамотный тактический фолл вовремя обойдется без желтой карточки. Но тут Григорян, по-моему, все правильно сделал. На всякий случай сфолил. Пытается забытые какую-то свою атаку организовать. Но теперь-то действительно терять уже нечего. Да, два мяча горят лидеру. Одному из двух лидеров. Но что уж тут поделать? Не получается атака у забытых. Сейчас уже в полном составе играет коллектив. Все уже приехали. Видимо, на воротах все-таки уже Карлин стоит, а не Николаевич. Николаевич под 77-м номером должен, по идее, бегать впереди. Ну вот он тут в обороне помогает своей команде. Вот Григорян с мячом. Передача назад. Под удар партнеру. И защитник снова на ленточке спасает. Какие моменты у Интера возникают? Просто один за одним. И здесь ничего уже не могут забытые поделать. Кадеев Константин тоже очень активен в атаке. Постоянно приходит в чужую штрафную под 89-м номером. Уже имел даже несколько моментов для того, чтобы отличиться. Корнер у Интера. Почти корнер. Не хватает там буквально пары метров. Пара десятков метров. Продолжается атака правым флангом. Подача в штрафную. Но тут вроде бы отбились. Десять минут матча прошло уже. Снег продолжает мести. Все сильнее и сильнее. Поле покрывается. Отсадками. Скажем так. Здесь перед игрой кое-как расчистили центральную линию. Линию штрафной. Но все равно. Все равно. Все уже припорошило. И, конечно, очень тяжело играть на таком покрытии. Мы видим, что игроки постоянно проскальзывают здесь. Катятся по снежку. С одной стороны, конечно, здорово, что наконец-то в Москву пришла настоящая зима. Но с другой. Футболистом, наверное, тут не до восторгов. Забытые потихонечку взяли в себя в руки. И вот попытка атаковать. Попытка атаковать. Перевод на левый фланг. Очень грамотно интересы отошли за половину поля. И тут же мяч отобрали. Григорян. Григорян запускает вперед партнера. Но защитник забытых сейчас грамотно сыграл. И вынес мяч из-под ног у Подымова. Мы все знаем, что у Интера очень много футболистов, которые поиграли в свое время на профессиональном уровне. И даже продолжают играть некоторые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшие технические неполадки у нас. Но продолжаем нашу трансляцию. Забытый Интер. Матч седьмого тура. Перенесенный матч седьмого тура в вышке Северо-Востока. И Интер ведет со счетом 2-0. Но забытые не собираются сдаваться просто так. И вот уже лезут, лезут. Все активнее и активнее в атаку. Хотя очень им приходится тяжело. Я уже говорил о том, что команда начинала матч в неполном составе из-за пробок. Из-за тяжелых погодных условий в столице. Но сейчас уже все на своих местах. Интер с мячом. Это Кадеев на левом фланге, который очень активно подключается. Передача партнера. Удар. И 3-0. 88-й номер забивает. Артем Кондрашкин. Браво. Но здесь, конечно, отличная передача. И Константина Кадеева помогла. Так счет становится разгромным в этом поединке. И 13-я минута. Ну, а Интер уже ведет три мяча. Дубль Григоряна и мяч Артема Кондрашкина. Что же делать забытым в такой ситуации? Наверное, просто попытаться забыть вот об этом счете. И как-то продолжать эту игру. Продолжать сражаться за собственную честь. Как говорил патриарх спартаковского футбола Николай Петрович Старостин. Все потеряно, кроме чести. Но здесь действительно только эти слова. И остается говорить друг другу футболистам забытых. Вводят они мяч в игру из-за боковой. Ну вот, все перекрыто. Все перекрыто. Очень грамотно Интер играет в обороне. И сопернику ничего сделать не дает. Интер вообще в последних турах набрал невероятный ход. В последнее время в прошлом туре разгромили Москву со счетом 8-1. Но там Интер приехал на игру двумя составами. А Москва вот как и забыто испытывала кадровые проблемы. Но там только на состав набралось людей у коллектива. Сейчас отлично играет Карлин в воротах. Выскакивает на мяч смело и опережает Григоряна, у которого сегодня уже два забитых мяча. И может быть будет и больше. Но он во всяком случае настроен. Важен, важен с мячом. Отлично. Посмотрите, прорывается он вперед. Удар с линии штрафной. Защитник. Защитник здесь успевает поставить ногу. Ну вот, пожалуйста. Первый момент у ворот Батыгина. Ну, честно говоря, вот у меня сомнения. Там либо Батыгин на воротах у Интера, либо Алексей Поляков. Но вот я отсюда вот так не вижу. В шапке галкипер Интера стоит на воротах. Вот не видно его лицо. Ну, посмотрим, посмотрим. Скорее всего, все-таки Батыгин. Хотя есть сомнения. Ну, ладно, атакует Интер сейчас. Хадеев достал мяч на левом фланге, но не сумел уже за него зацепиться. И еще один был момент для атаки у забытых. Так вот, Интер в последнем туре разгромил Москву со счетом 8-1. А до того забил 10 безответных мячей ворота скромного Медведкова. Ну, Медведкова там совсем сыпется. Уже целый ряд поражений от Интера. Поражение получилось особенно болезненным. 10 забитых мячей. Это, конечно, результат не из высшей лиги абсолютно. Как будто бы играли команды из разных дивизионов вообще. Ну, и с забытыми, видите, тоже у Интера игра получается. Григориан отработал в обороне и тут даже сфалил Артак. Тоже пока без желтой карточки обошлось. Серия замен у Интера. Ну, у Интера всегда полна коробочка на скамейке. Народу много. Все приезжают, невзирая на погодные условия и на еще что-то. И вот даже у нас, допустим, не все есть в заявке сегодня. Десятый номер, допустим, вот вышел у Интера. Его имя мне не называли перед игрой. Но разберемся, разберемся. Забытые в атаке фалят. И тут как раз-таки здорово Артем Ковалев отработал. Еще один человек, который появился со скамейки запасных у Интера. Опытный футболист. Знает свое дело. Забытые, видите, пустились в прессинг тут даже. Нашли в себе силы. И, кстати говоря, Интер, вот я называл результат команды, в последних трех матчах пропустил всего один гол. Как раз-таки от Москвы, когда они 8-1 выиграли. Ну, а забытые в последнем туре с трудом обыграли аутсайдера. СССР со счетом 6-5. Там была абсолютно огненная игра. И вырвали победу забытые буквально на последних минутах. А до того забытые проиграли Пивдому со счетом 1-12. Вот так вот. 1-12. Даже хуже, чем 0-10. Вот настолько сейчас сильнее соперников по лиге Пивдом и Интер. Просто никаких шансов не оставляют. И в этом смысле, конечно, все с огромным удовольствием посмотрят в конце декабря их очный поединок. По-моему, 26-го числа или 27-го, сейчас могу ошибиться, сойдутся Пивдом и Интер. Возможно, это будет бой за чемпионство. Но нельзя терять коллективом очки на пути к очной встрече. Потому что Пивдом очень уверенно проходит по таблице. Всех подряд обыгрывает, проблем не испытывает. А вот Интер проиграл Монти совершенно неожиданно. Сочетом 2-4. И это поражение может оставить команду без золота. Хотя, конечно, еще играть и играть. И здесь в любом случае, я думаю, что и Пивдом оступится. Не может быть такого, что просто выиграют все матчи и со стопроцентным очковым показателем возьмут чемпионство. Всякое бывает, но все-таки Интер не даст. Я думаю, этому случится. Забытые, забытые пытаются что-нибудь придумать. Конечно, понятно, что начинать игру с пропущенного на 15-й секунде мяча очень тяжело. А сейчас, может быть, и четвертый. Это Аверьянов летит вперед. Прострел на партнера. 4-0. Все. 12-й номер отличился у Интера. Вот Алексей Аверьянов как раз-таки забил. Да, передачу ему Ковалев отдавал. Очередная атака Интера привела к четвертому забитому мячу. Я думаю, что если сегодня случится повторение поединка против Медведкова, наверное, никто не удивится. Хотя, конечно, забытый намного более крепкий коллектив. Но 4 мяча уже пустили. А еще второй тайм впереди. Сейчас, может быть, пятый Алексей Аверьянов. Алексей Аверьянов очень активно вышел на замену. Я говорил о том, что должен был он начинать в старте, но подъехал Григориан. И выиграл такой вот у него дуэль за попадание в состав. Ну, Аверьянов вышел со скамеечки и свой гол положил. Алексей Аверьянов тоже опытный футболист, поигравший в профессиональный футбол. Много игр он провел в ФНЛ, в частности, за луч энергию. Ну, давно Аверьянов был в заявке Интера. Понятно, что из-за занятости на основной работе в футболе 11 на 11 прижал редко. Ну, вот сейчас выдались у него свободные деньки. Очередная атака Интера могла завершиться сейчас в зятем ворот, но мяч угодил в штангу. Ну, уже так буднично я об этом рассказываю, потому что, ну, 4 мяча забито. Вот если забытые смогут распечатать Батыгина, тогда, конечно, будет интересней. И они пытаются, пытаются что-то придумать. Ну, Интер, как же быстро все возвращаются в оборону. Вот, и все, раз, отобрали мяч. И, пожалуйста, вперед, 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 вперед. Вот, и бежит Аверьянов, у него открывается Ковалев. Аверьянов сам обыгрывает защитника, но вратаря не обыграл. Ух, Аверьянов. Причем даже ушел уже он от кипера, но в последний момент, по-моему, вот он подскользнулся как раз. Вот, пожалуйста, вам и сегодняшняя погода. Чем ответят забытые. Так, забытые отвечают неплохим переводом направо. Вот уже, вот уже там зона есть. И слева забегает, слева забегает партнер. Павел Важин, но не увидели его. Сейчас, конечно, уже поздно. И все, контратака Интера. Вот, пожалуйста, Ковалев. Аверьянов у него есть. Аверьянов оставляет мяч партнеру. А там Кадеев на левом фланге очень хорошо открылся. Но не получает, пока он мяч. Аверьянов оставляет партнеру. Удар в нижний. Парирует защитник. Кадеев продолжает стоять совершенно один на левом фланге. И уже приводится атака направо. Но здесь сумели отбиться, сумели забыто отбиться. И вот сейчас бы вперед пойти. Да, но тут же, тут же, тут же теряют они снаряд. И продолжаю я комментировать на скоке кавалерийский из Интера. Аверьянов простреливал на дальнюю штангу. И показывает партнеру, что не жадничал, что действительно он хотел создать ему гол. Но голкипер сыграл грамотно и успел на перехвате. По-моему, все сильнее и сильнее. Снег идет. Так вот я смотрю. Уже потихонечку и темнеть начинает. Ну, конечно, лучше в такое вот время играть, чем, допустим, там в 7.30 утра, например. Бывают и такие игры в LFL. Там в 8.30. По такому снежку. Просто супер. Ну, а здесь чуть более удобное время. Но погода, конечно, подкачала. Хотя, с другой стороны, наверное, тем, кто сейчас сидит за экранами своих мониторов с чашечкой чая и смотрит, смотрит этот матч. Им-то как раз-таки довольно комфортно. А забытые зарабатывают первой угловой в этой встрече для себя. Вот он шанс. Вот он шанс. Ну, не то, чтобы я как-то подтапливаю, знаете, за команду. Но хочется просто, чтобы было некое подобие интриги. Потому что, когда счет 0-4 к перерыву, то становится немножечко неинтересно уже смотреть за ходом встречи. Ну, или разве что хочется, чтобы тогда уж еще и еще забивала команда лидирующая. Ну, а здесь, если забыто, отличается хорошая подача на дальнюю штангу. И там ждал этот мяч Павел Фролов. Но опередил его защитник еще один угловой. Фролов, кстати, играет под первым номером. Вот такой нетипичный случай для полевого игрока. Но мы помним, что, по-моему, зашинник Эмир Спахич, если помните, такого футболиста, выступал под первым номером. Он там играл в полузащите. Вот под первым номером играл. И забытые вот еще один момент создают. Опасный мяч там скакал по штрафной. Ну, Аверьянов, Аверьянов сейчас может убежать к очередному голу. Ковалев открывается, получает снаряд. Вот она уже штрафная. Вот он уже гол. Прострел не будет. Прострела. Но мяч остается у Интера. Успели забытые вернуться назад. И подача на дальнюю штангу. Ух ты, Аверьянов. Аверьянов все время пытается вывести на удар Ковалева. Хочет таким образом отблагодарить партнера за голевую передачу. Но пока что не получается у Артема отличиться. Но, вы знаете, время много еще. Времени много еще впереди. Будут еще шансы. Забытые в последние минуты даже чаще мячом владеют, чем Интер. Но никак не могут конвертировать это в опасные моменты в голы. А вот Интер атакует. Десятый номер передачи направо. Ковалев, Ковалев, Ковалев просто в главную звезду Интера сейчас превратился. Возвращает мяч партнеру. Там, конечно, Аверьянов. И там, конечно, Кадеев слева. Аверьянов, ну бей же. Нет. Аверьянов добрый парень, добрая душа. Не хочет он сам забивать. Хочет вывести на удар партнера. Интер уже всей командой перебрался на чужую половину поля, кроме голкипера. Просто атакуют в семером ворота забытых. А забытые обороняются, пытаются здесь что-то придумать. Ну вот в подкате играет. Но даже не могут попасть в мяч. Штрафной важен. Жестковатый сейчас подкатился под оппонента. Под Илью Федорова. И снова Интер атакует. И вот как будто бы, знаете, хоккейное большинство сейчас на Радзуре. Они атакуют, атакуют, атакуют. Кружат тут в зоне. Они бросают поворотом Николая Корлина. Забивают периодически. Но вот только если в хоккее большинство когда-нибудь заканчивается. Но здесь оно похоже вечно на всю игру. Такое вот наказание. Ну, говорил о том, что забытые начинали в шестером матч вообще. Но сейчас все подъехали. Но видите, синдром игры в меньшинстве. Такой, видимо, сохранился. Мяч сейчас в руках Корлина. Вот-вот он шанс. Но чуть-чуть поводила мячом команда в синебелых футболках. Перевод направо, на первого номера. Он там пытается что-то придумать. Передача в центр. Очень быстро играет Интер. И ничего не дают сделать сопернику. Действительно, сразу, как только получаешь мяч, у тебя либо стельцы в подкате, либо уже вот как сейчас, да, либо срубают. И абсолютно чистый подкат. Абсолютно чистейший. Просто зря там Фролов руками разводит. Здорово под него подкатился Интерист. Очень красиво. И по такой погоде подкатываться вообще одно удовольствие. Знаете, мягенько, снежочек. Можно катиться несколько метров. Корлин тут как-то рискует. Решил поиграть в кошки-мышки с Аверьяновым. Но это чревато. Это чревато. Так можно и быть наказанным жестоко. Ошибается Интер в центре поля в кои-то веки. Передача направо. Вот он шанс. Вот он шанс. Важен есть в центре. Четвертый номер. Сам бьет в дальний угол, но не попадает. Нарек Геваркян. Попытал удачи и пробил по воротам Батыгова. Да, это было близко. Ну вот, пожалуй, второй момент у ворота Интера. Ну это так, полумомент. По сути, вот вратарь на Радзуре. Вообще без работы стоит. То есть, действительно, можно было кого угодно туда поставить. Практически не приходится ему вообще трогать мяч. Ну это обидно немножко даже. А сейчас Кадеева выводит на удар. Кадеев убирает. 5-0. 5-0. Сидит. Артем Ковалев. Забил. Голевой он отдал сегодня на Аверьянова. А сейчас и сам отличился. Артем Ковалев. И прекрасная передача Кадеева. Кадеев тут, конечно, все сделал. Убрал снаряд под себя. И снабдил классной передачей. Ковалева. 5-0. Забытые владеют мячом. Пытаются какую-то атаку придумать. И даже вот неплохо получается здесь в центре. Посмотрите. Но травму, травму получает игрок Интера. Неприятное столкновение. Фролоп. То есть не Фролоп, а Филин Сергей. Получил по ноге. Жалуется он тут судье на прегрешение оппонента. Снова у нас небольшие технические проблемы. Но вот не обессудьте. Происходит такое. Какая битва против машин настоящая. Разыгрывается в комментаторской кабинке. Пока на поле Интер уверенно возит забытых. Ну, забытые не хочется как-то вот, знаете, бить лежачего. Да, но тяжело, тяжело против Интера играть. Интер это гегемон. А сейчас забытые могут забить. Ай-яй-яй-яй-яй. Важен. Вывел на удар партнера. Но тот не был готов. Не то, чтобы не был готов Виктор Мартынов. Но попросту мяч пошел ему, ну, как говорится, в пятку. И он не сумел, не сумел среагировать. Не сумел обработать эту передачу. А очень жалко, потому что момент был классный. Теперь уже Интер атакует. Важен сражается, конечно. Павел Важен как может. Уже весь мокрый. Пытается извиниться перед партнерами за свое опоздание. Ну и первый тайм на этом закончен. Интер, лидер, один из двух лидеров Северо-Востока, громит забытых со счетом 5-0. Начался второй тайм в матче с забытой Интер. Это перенесенная встреча седьмого тура высшей лиги Северо-Востока. Ну и после первого тайма на табло результат, который, конечно, ни в коей мере не радует болельщиков забытых. 0-5 горит команда. Интер легко и непринужденно разбирался с соперником. Уже на первой минуте, я не знаю, секунде на десятый, наверное, Арта Григорияна открыл счет. Затем он же оформил дубль. Затем отличился Кондрашкин. Потом Аверьянов. Ну и затем Ковалев. Вот так вот 5-0 стал счет. Забытые пытались что-то придумать. Для начала они придумали такую фишечку. Приехали на матч с шестером. Но потом у них состав собрался потихонечку. Правда, уже было поздно. Ну и забытые пытаются. Пытаются что-то придумать. И начали достаточно активно второй тайм. Приходится Интеру сейчас даже отбиваться. Правда, вот, посмотрите, опять провал. Провал в обороне у забытых. И Интер устремляется всем составом вперед. Передача на дальнюю штангу. Здесь Кадеев. Кадеев партнеру мяч отставляет. Но не сориентировался в этой ситуации Артем Кондрашкин. Кадеев отдал отличную передачу Глеву на Ковалева. Сейчас чуть был еще один ассист, не записал себе в актив. Я посмотрел вот так вот. По статистике Интер, по-моему, Глевы не считает свои. То есть там голы, да, всегда в протокол вносят. А вот Глевы передачи нет. Забивает много, чего уж там мелочиться. Кому там нужны эти Глевы? Тут каждый способен... Каждый способен и забить самостоятельно. Выходит Интер из обороны. Вернулся на поле Григориан, забивший два мяча. Идет на хитрик Артак. Пока на счету Григориана четыре мяча в составе Интера. Ну, имеется в виду высшей лиги. Но он только-только перешел из Селтика, из восточной лиги. Перешел в состав Интера. Конечно, замечательное приобретение. Воспитник школы ЦСКА, если я не ошибаюсь. Поигравший даже и на профессиональном уровне. И вот стал он футболистом Интера. Сманили его из восточной лиги. Вот забил он четыре мяча в трех играх. Конечно, результативность отличная. Ну и сегодня плюс два. То есть у него уже шесть иголов. Но пока что далеко-далеко он от борьбы за звание лучшего бомбардира. Ну и даже далеко от борьбы за звание лучшего бомбардира Интера. Потому что тут на счету Артема Кондрашкина уже тринадцать мячей. Сегодня он ведь тоже отличился. И Артем Ковалев, кстати, у него десять. Теперь стало десять. Он ведь тоже забил. Ну и не забудем об Аверьянове. У него пять теперь. Я думаю, что голы еще будут. А может быть даже и забытые. Да может быть даже и забытые забьют. Почему нет? Фролов. Фролов с мячом. Пошел против Григоряна. Но Григорян очень легко его обезмячил. Просто как ребенка. И передача направо. Быстро атака Интера. Раскрылись. Ох, подкат хороший сейчас от игрока забытых. Вот это классно. Вот это выцарапал сейчас мяч. Александр Лысенков. Браво. Просто браво. Но продолжается атака Интера. Григорян. Григорян. Выводит на удар партнера. И снова. Снова Лысенков играл в подкате. Но на этот раз с нарушением правил. А это пенальти. Судья подошел. Но желтый, по-моему, не стал показывать нарушителю. Но пенальти. Одиннадцатиметровый. Мог быть в футболе. Здесь, конечно, расстояние до ворот значительно меньше будет. И Артак Григорян. Похоже, именно он будет исполнять. А сфалили против Константина Кадеева, по-моему. Нет, Кадеев тут стоит. Против Кондрашкина правила нарушали. Но здесь сомнений в решении арбитра нет никаких. Действительно чистейшие пенальти. Ну что, будет ли шестой мяч? Карлин против Артака Григоряна. Который все-таки вытребовал себе вот это право на пенальти. Право на хитрик. Ну и, наверное, справедливо, что дали пробить. Голосо! Ну что, 6-0. Артак Григорян. Хитрик. Никаких шансов не оставил он вратарю. Вратарю забытых никаких. Просто пробил в один угол. А Карлин улетел в совершенно другой. 6-0. Вот так вот преимущество Интера становится еще более весомым. А ведь еще играть 25 минут. Я говорил о том, что Интер недавно разгромил Медведкова со счетом 10-0. Но тут, конечно, вполне может эта история повторится. Забытые чуть было не забивают. Ух, какой момент. И Батыгин здесь проявил себя в борьбе с Пролетовым. Пролетов достаточно грубо сыграл против Батыгина. Так влетел в него ногами. И сейчас кипер Интера за это выговаривает. Оппоненту тут Батыгин. Да, вот были у меня сомнения. В первом тайме Батыгин я на воротах у Интера. Или все-таки Алексей Поляков. Оба опытные футболисты. Высокие. Чем-то похожи внешне. Но вот приглядел себя в перерыве. Да, действительно, это, конечно, Батыгин. 42-летний голкипер Интера. Высочайшего уровня. Несмотря на возраст, до недавнего времени он играл за сборную Северо-Востока. Но у Интера, мне кажется, тут чуть ли не весь состав играет за этот коллектив. Интер, действительно, конечно, великая команда по меркам ЛФЛ даже. И многократно становились чемпионом высшей лиги Северо-Востока. И выступали в Лиге чемпионов успешно. И выигрывали Лигу чемпионов. В сезоне 9-10, да, они обыграли в финале команду «Вопросы спорта». Сыграли 2-2 в основное время, а потом по пенальти 1-3. А сезоном ранее также «Вопросы спорта» и «Интер» между собой разыгрывали трофей Лиги чемпионов. Но уступил «Интер» тогда со счетом 2-3. Очень обидно. Но затем сумел взять реванш. Да, как давно это было. Какие великие команды, великие игроки тогда играли. Ну, которые сейчас продолжают проявлять себя. Но, конечно, многие уже постарели. И у «Интера» тоже очень немало футболистов в составе, которым уже за 30 и даже и за 40 есть, вот как Батыгин. Понятно, что вечно с ними не поиграешь, к сожалению. Но у «Интера» в этом плане грамотная трансферная компания. Здесь и ветераны, и, пожалуйста, и Григоряна подписали, и Селтика молодого достаточно. В общем, без перегибов. А то бывает частенько, что играют команды в ЛФЛ одним составом, выносят всех громят, а потом лидеры начинают стареть, 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 стареть. И команда все ниже и ниже опускается по турниру на таблице. Я вот в одной из самых трансляций приводил пример химкинского «Спартака», который выступает на севере. Команда в начале 2000-х сражалась за победу в вышке. И даже выигрывала, по-моему. И в Лиге чемпионов тоже выступала. А сейчас идет во второй лиге. Во второй лиге, вы можете себе представить, некогда чемпион, по-моему, на последнем месте. И в составе играют люди, которым уже многим около 50 лет. И они, конечно, уже не справляются зачастую. Но вот, к сожалению, да. Тут физиология. Да и уровень ЛФЛ очень вырос. Так с наскока вышки не поиграешь на одном опыте. Нужна еще и хорошая физическая форма. Ну, у Интера все с этим в порядке. Мы видим, как команда успевает и в оборону вернуться, и вперед сходить. И причем у Интера, ну, еще тут плюс в том, что много футболистов. Ну, я говорил то, что часто и по два состава приезжают на матч. И все играют. И вот сейчас контратака Интера. И здесь Кондрашкин получил по лицу. От Александра Лосенкова. И Лосенков получает желтую. Доигрался до желтой карточки Александр Лосенков. Но он еще после пенальти вполне мог горчичник получать. Но РФ тогда его пожалел. Но сейчас вот уже не оставил без подарочка новогоднего, без карточки. Ну, здесь что было делать? Убегал вперед Кондрашкин. И, кстати, сфалил Лосенков опять на том самом Кондрашкине, который заработал пенальти для Интера. Очередная атака на Радзоре. Удар в дальний угол. Нет, не точно. Забытый контролирует мяч сейчас. Пытается что-то придумать. Не получилось. Вот говорил я об истории Интера. Ну, пожалуй, тогда скажу пару слов и про забытых. Тоже забытый достаточно старый коллектив. И, кстати говоря, в начале, ну, как сказать, десятых, в сезоне 9-10, они даже в Лиге Чемпионов выступали. То есть были вот такие времена хорошие у команды. И вместе с Интером, причем играли в Лиге Чемпионов. Но тогда дальше группового этапа они не прошли. И вот это был единственный случай, если я не ошибаюсь, ну, а если я ошибаюсь, то извиняюсь, перед ребятами. Это был единственный случай, когда забытые играли в Лиге Чемпионов. Ну, потом уже хорошие времена сменились менее удачными. В 12-м году команда покинула вышку. Какое-то время провела в первой лиге. Но в 14-м году снова вернулась обратно. Заняла 12-е место. Ну, и в этом сезоне пока на шестом и забытые, в принципе, борются за бронзу. Но пока что на третьем месте... Так вот, нету у меня сейчас под рукой турнирной таблицы. Но там Баку, по-моему, на третьей строчке сейчас идет. То есть там целая-целая группа команд очень плотно так борются. Если забытые выиграют бронзу, то, конечно, это будет огромным успехом для команды. И у забытых, кстати, тоже в составе немало людей, опытных, поигравших, которые уже не первый год выступают в ФЛ и не первый год играют за забытых. А Интер проводит очередную атаку, которая могла стать голевой. Кондрашкин классно вывел на удар сейчас. Подымова, но тот пробил мимо, мимо дальнего. В составе забытых тут и Карлин тоже давным-давно уже выступает за команду. И Олег Ефремов. Ну, тут все, в общем-то. Лосенков, Фролов. Есть еще Алексей Акимов, 43-летний. Но сегодня на игре его нет. А так тут, пожалуйста, почти все. Почти все. Не первый день забытых. Далеко не первый день. Контролирует мяч забытый, как раз под мой рассказ о них, о команде. Тут теряют его, правда. Подымов, Подымов рвется. Вот у него нету гола сегодня. И он, конечно, бы отличиться очень хотел. Кстати, Подымов тоже относится к числу футболистов, которые не то, что играли на профессиональном уровне, но продолжают играть. Подымов заявлен за локомотив из Лисок. Он там, по-моему, еще играл, Подымов, за торпеда московского в свое время. Он играл, ну, да, да, он играл там в ФНЛ. Он даже успел в премьер-лиге один матч провести в сезоне, по-моему, 5-6 или... А, нет, тогда же совсем другая была система весна-осень. Вот в пятом, а в шестом, да, в шестом году торпеда покинула премьер-лигу для того, чтобы исчезнуть потом вообще с футбольной карты России. И вот там вот в том чемпионате неудачен для черно-белых молодой Саша Подымов дебютировал в игре против локомотива. Там, по-моему, 10 минут на поле провел. Железнодорожники спокойно выиграли, но вот так вот Подымов может похвастаться одним матчем в элите. Ну и, конечно, похвастается, придется домой победой над забытыми, над крупной победой. И счет, напоминаю, уже 6-0. И сейчас, сейчас атакуют забытые. Важен, важен, вышел Батыгов. Батыгин, извините, вышел сейчас из ворот. Действительно, он там заскучал уже. Стоит, стоит, ему не бьют, не бьют, не бьют, не бьют. Ну вот вышел, сам там поиграл чуть-чуть, поборолся на фланге. Чтобы совсем уж не забронзоветь на ленточке. Кондрашкин, Кондрашкин! 7-0! Это дубль. Артем Кондрашкин блестяще сейчас сыграл, получил передачу. Грамотно убрал мяч от защитника и пробил по центру, а вратарь завалился уже зачем-то в угол. Ну что же тут поделаешь? 7-0. Еще более неприглядным становится счет для забытых. Ну а главной интригой можно назвать вопрос результата. Забьет ли 10 мячей сегодня Интер, как в пыдинке с Медведков или нет? Не получились у забытых игры с лидерами. Тут, конечно, ничего не скажешь. 1-12, пивдом улетели. И сейчас 7 уже от Интера пропустили. Причем еще играть в мм. 15. То есть тут счет может только увеличиться. Конечно, можно кричать в микрофон, но сейчас ничего еще не ясно. Сейчас забытый включат 200 процентов, отыграют 7 мячей, потом забьют победный. Ну вот может быть сейчас действительно отыграют 1 гол! Ну да, 7-1! Вот теперь интереснее будет смотреть футбол! Браво! Это Наре Геворкян блестяще, блестяще положил мяч. Ну тут забыли его каким-то образом. Забил, получается, на 44-й минуте Кондрашкин. А и тут же на 45-й Геворкян. Наре Геворкян блестяще, он перекинул мяч через Батыгина. Тот, видимо, все-таки замерз от постоянного стояния без дела. И вот Наре Геворкян очень красивый мяч забил, пришел, причем из обороны. Классно подключился. Ну что ж, 7-1 действительно, может быть сейчас забытые-то побегут вперед. Ну а чего уж терять-то, 7-1! И посмотрите, важен, важен, в хорошей позиции катит мяч партнеру. Но здесь блестяще отыграл игрок Интера в обороне. И тут же, тут же, контратака на Радзуре, на правом фланге мяч. Григорян открыт, Григорян получает снаряд футбольный. Тут у него и Кондрашкин, и Кадеев, но назад-назад переводит снаряд. По правому флангу защитник подключился. Прострел! На месте вратарь забытых. И потом еще на добивании тоже классно отыграл Карлин. Браво! И тут даже, по-моему, небольшую травму получил Николай. Да, вот он прихрамывает. Тоже Карлин, я говорил, не молодой. Тут Интер, конечно, заставил его включить, заставил его во вторую молодость. Почувствовать. А сейчас хороший, хороший, хороший момент для забытых. Желтую карточку получает Федоров. Срубил сейчас откровенно, конечно, убегавшего в атаку футболиста забытых. И стандарт. Да, ну дворос здесь приличное расстояние. Да, так бы, если бы не срубили Мартынову. Он мог бы сейчас вполне и второй мяч забить. Второй мяч забытых, имеется в виду. Но стандарт. Идет там совещание. Такой совет в Отрадном. Прострел штрафную. И мяч опасно там отскочил. Чуть бы он не залетел в сетку. Это Лысенков подключился к атаке. Продолжается, продолжается наступление забытых. Эх, слишком сильная подача с углового. Синебелые действительно включились в игру. Вот забили гол и почувствовали. Почувствовали. Ну, не то, чтобы, что все еще можно изменить. Просто гордость какая-то за цвета, может быть, включилась. Что как-то неприлично так проигрывать 1-7. И тут и дети вот в виде набровки стоят. Нельзя такое им показывать. Ну, если 1-7, так и закончится. Наверное, будет не худший результат. Потому что Медведкова 0-10 проиграла. Москва, видите, 1-8. СССР тоже 1-8 проиграл Интеру. Ну, СССР и Лара Авто 2-8. Ну, СССР это вообще отдельная история. Команда идет на последнем месте с четырьмя очками, если не ошибаюсь. И рискует опуститься Лигой ниже. Вот, кстати говоря, я просто сейчас что-то вспомнил. По ходу трансляции рассказывал я про команду «Вопросы спорта», которая оспаривалась с Интером в свое время. Золото Лиги Чемпионов. Вопросы спорта. Команда из Южной Лиги уже закончила свое существование. Вот так вот печально. Еще недавно была на коне, а теперь уже. И след простыл, и никто не вспомнит. Что это за вопросы такие? Ну, также и Хинкинский Спартак, к сожалению. Некогда великий коллектив. Может вылететь вообще даже из второй лиги. Ну, это так, лирическое отступление. Интер-то не собирается никуда вылетать, как и забытые. Да, забытые. Ну, даже проиграют Интер, понятно. Ну, что здесь делать? Забыть и идти дальше. Все равно, действительно, команда борется за бронзу. Я думаю, что игроки все-таки были готовы психологически, что они могут проиграть сегодня. Очки нужно брать в своих других турах. С другими соперниками. А здесь проиграли и ладно. Все-таки Пивдом и Интер, как я говорил, намного сильнее всех своих оппонентов по дивизиону. Но все-таки сильнее и сильнее. Но упражения-то случаются. Интер! 8-1! Ковалев оформляет дубль. Артем Ковалев забивает свой 11-й гол в высшей лиге. 8-1. Ну, пока это повторение игры с Москвой. 10 минут до конца. Хитрик у Григоряна. Дубль у Ковалева. Ну, Кондрашкин отличился. Кондрашкин тоже дважды отличился. Да, дубль еще у Кондрашкина. И один мяч, значит, у Аверьянова. Который, который пока... А, нет, вот он вошел в игру 12-й номер. Может быть, тоже забьет еще. Ну, а забытым пилюлю подсластил немного Нарек Геворкян. Очень красивый гол забивший. Ворота Батыгина. И сейчас тоже Геворкян впереди. Там маячит. Ожидая передачи от партнера. Не получил ее он. И вот Батыгин уже как мощно кидает мяч вперед. Ух ты! И Григорян-то зацепился, зацепился. И вот передача направо. Подключился там Ковалев. Григорян! Вратарь! Браво, Карлин! Браво! Просто брависсимо. Сейчас вытащил. Тяжелейший мяч. После удара Григоряна в упор. Григорян. Григорян-покер хочет оформить. Ну а почему бы нет? Ему нужно сражаться за первенство в споре лучшего, в споре бомбардиров команды главных и главных бомбардиров лиги. Только-только он пришел. В Интер нужно догонять, догонять партнеров. Еще одна атака Интера. Посмотрите, что уже просто происходит. Ну это расстрел какой-то. Карлин несчастный. Окружили его и просто бьют. Ну как же это? Забытый. Просто уже, по-моему, бросили. Бросили играть. Но сейчас атака. Ну как же так? Вот это момент у забытых. Павел Важин. На дальней штанге. Все, вноси мяч. Ай-яй-яй. Не повезло. Да, как же так? Вот это шанс был для забытых. Могли бы 8-2 счет сделать. Уже приятнее. Но тут все быстро, быстро, стремительно развивается. Кадеев на львом фланге. Подача на дальнюю. И Григориан. Ух ты. Вот это команды дают жару в эту прохладную погодку декабрьскую. Сейчас уже забытые тоже понеслись вперед. Уже все равно плюнули на оборону. Действительно, что уж тут. Карлин там, если что, вытащит. Спорят тут команды за мяч. Ушел, не ушел. Но достается он Интеру. 8-1 счет. И, конечно, важен. Просто чудо момент не использовал. С парой метров замкнут. Но чуть-чуть неудачно. Просто мяч пошел. Опять же, ему куда-то в пятку. И он буквально наступил на него. А тут дальше отскочил. Назад. Аверьянов. Аверьянов приближается к штрафной. Катит Григориану. Григориан. Аверьянов. Голосо. 9-1. Говорил я о том, что Аверьянов наверняка тоже хочет сегодня оформить дубль. А то и хитрик. И действительно, Алексей забивает. Судья там записывает на своей карточке. Автора гола. Наверное, места у него там немного осталось. Потому что сегодня забито уже 10 мячей. 9-1 счет. Ну и Аверьянов отличился с передачи Григориана. Григориан, видите, тоже нежадный. Он хитрик оформил. Ну почему бы не покатить партнера на пустые. И опять просто доверного разыгрывали в штрафной мяч. В штрафной соперник. А защитники забытых уже взирали на это даже с каким-то любопытством. Теряют мяч забытый. Посмотрите, все. Добро пожаловать. Никого в обороне не осталось. Быстрая атака Интера. Но тут уже все-таки вернулись. Вернулись соперники. Да, вернулись. И мяч отняли. Может быть сейчас тоже контратаку у забытых-то получится. Может получиться. Важен с партнером обыгрывается. И сам бежит открываться. Важен, но он должен реабилитироваться за тот неиспользованный момент. Удар в дальний. Гол. 9-2. Вот это да. Вот это уже интересно. Мартынов. Виктор Мартынов становится автором забитого мяча. 9-2 счет. Я уже, честно говоря, сам даже сбился немного. Какой там результат. Но это, конечно, круто. 11 забитых мячей. Если бы только борьба еще была какая-то. А так все в одну сторону. Но все равно забытые. Видите, в втором тайме забили дважды ворота соперника. И говорил я о том, что Интер пропустил всего один мяч в последних трех поединках. Вышки. Но от забытых сразу два раза отличились. Молодцы. Могли еще, конечно, и третий класть. Там и Важен. Но Важен реабилитировался за тот эпизод. Он снабдил голевой передачей Мартынова. Так что уйдет сегодня с поля тоже. Не просто так. Не в холосту отыграл. Еще раз повторюсь. То, что, наверное, не имеет смысла ругать забытых. Как-то там смеяться над ними. Интер просто сильнее. И все-таки очень тяжело играть против одного из лидеров в вышке без замен. Потому что у забытых вообще ни одного игрока на лавке не было. Сегодня с трудом там по сусекам по скребли набрали состав. А уж какие там замены. Ну и, конечно, Интер таких вещей не прощает. А Интер, пожалуйста, замен полно. Все могут всегда сесть придохнуть. Батыгин очень мощно выносит мяч вперед. И Карлин. Ой, не уверен, Карлин как сыграл. Чуть было мяч не выпустил вообще из рук ворота. И тогда могли бы гол-то Батыгину вполне записать. Вот это был бы номер, если бы Батыгин. Вот Аверьянов. Вот Аверьянов, Факадеев. И снова разыгрывает до верного. Карлин бровисимо отлично сыграл сейчас в подкате. Голкипер забытых. Ну Карлину тоже, в принципе, минимум претензий. Ну что он мог сделать, когда его расстреливали просто в упор и разыгрывали там до верного. Где-то спас, где-то не спас. Выкинуть и забыть. Важен с мячом. Важен. Вот-вот атаку забытых. Третий мяч будет. Нет. Нет, здесь вернулись защитники Интера. Нейтрализовали угрозу. И тут же контратака Григориан. Григориан, он, по-моему, вообще на скамеечку не присаживался в втором тайме. Играет без замен. Ну, действительно, сил-то у него полно. Молодой парень. Аверьянов тут хорошо обыгрывается с партнером. И на левом фланге мяч Кадеев. Кадеев снова передача на десятку. Будет ли удар? Нет. Здесь сыграл в обороне очень хорошо Лосенков. И контратака. Контратака забытых. Хорошая. Здорово. 13-й номер забытых обыгрывает Аверьянова. Просто одним касанием. Прострел. И 9-3. Гол. Важен. 9-3. Под комментаторской бровкой болельщики забытых шутят. Мол, сейчас отыграемся. Нормально. Судья добавит. Ну, кроме шуток, понятно, что, конечно, уже результат не изменится. Победа Интера уверенная. Но все-таки молодцы. Забытые молодцы. Не опустили они рук. И забили трижды. Трижды во втором тайме огорчили Батыгина. А счет-то получается со второго тайма 4-3. 4-3 всего лишь в пользу Интера. Вот так вот. Ну, Интер, конечно, мог и больше отличиться. Там где-то и Карлин спасал. Где-то грешили неточностью у футболиста. На Радзуре. Но все-таки 9-3. Аверьянов пробегает. Похоже немножечко так на Мигеля Дани в этой шапке. Дубль сегодня оформил. И бежит, бежит Мигель Дани из Интера. Смотрите, никто его даже не кроет. А впереди просто непаханное поле. Вот Аверьянов получает сейчас мяч в борьбе с Геваркианом. Катит назад снаряд. Аверьянов как активен. Сил много. Важен. Вот важен. Важен. Важен и отважен. Важен сегодня Голевой отдал. И забил сам. Так что молодец тоже. Не просто так. Геваркиан. 9-4. Да что они творят? 59-я минута. 9-4. И это уже не так обидно. Молодцы забытые. 5 баллов за то, что они не бросили играть. Пусть Интер сильнее. Пусть Интер выше классом. Но эти ребята не сдаются. Никогда. Да, они проиграли. Но они уйдут. Они уйдут с поднятыми головами. Могут смело отправиться в ближайшее какое-нибудь питейное заведение. И отпраздновать эти 4 гола. Кружечкой пенного напитка. 9-4. Да, 13 забитых мячей. Уже не просто так. Вы посмотрели эту встречу вместе со мной. Не часто такое бывает. Даже в ЛФЛ. Ну, буквально уже остается несколько секунд до конца встречи. Можно подводить какие-то итоги. Интер был просто сильнее забытых. Одержал победу по праву. И Интер продолжает преследовать пивдом. Пивдом, кстати, играет завтра. По-моему, играет против СФ. Против аутсайдера. И здесь можно принимать ставки на то, сколько мячей пивные отгрузят. Вот пивные точно выпьют по кружечке пенного после матча с СССР. Чтобы соответствовать своему названию. Ну, наверное, на этот счет было много шуток. Финальный свисток. Спасибо ребятам за игру. В таких сложных погодных условиях. Спасибо за... 14 забитых мячей. За 13 забитых мячей, пардон. И спасибо забытым за то, что они боролись. На этом все. Смотрите ЛФЛ. Для вас работал Борислав Главин. До свидания.